Москвичей давно испортил квартирный вопрос, это общеизвестный факт, но он еще и испортил строителей. Строят мало и дорого, рынок закрыт, коррумпированный, совершенно не гибкий. Попытки ситуацию изменить не дают реального результата, по крайней мере пока. А вот с точки зрения наблюдателя, может быть, это и не так? Здравствуйте, в эфире программа Абсурд, в студии Александр Векер. У нас в гостях главный архитектор архитектурной мастерской СНИП, руководитель лаборатории гелиотектуры Сергей Непомничий. Здравствуйте, Сергей Витальевич. Здравствуйте, Александр. Коротко сначала пояснить, что такое гелиотектуры. Гелиотектура? Да, вот я не понимаю, что это такое. Это способ формирования сверхплотной застройки при обеспечении очень высокого качества освещения солнечным светом, при очень высоком качестве зрительных панорам и при очень высоком комфорте всех остальных параметров среды. Ну, то есть это очень важная сфера для Москвы, по крайней мере. Не знаю, насколько это важно сейчас для Москвы, но вообще-то весь мир движется в направлении... Как не знаете? Вы должны знать, насколько это важно для Москвы? Москвы, с моей точки зрения, это чрезвычайно важно. Но это только моя уникальная точка зрения, с которой не согласится, к сожалению, ни один высокопоставленный руководитель Москвы. Это же абсурд. Я с вами согласен, это абсурд. Поэтому та научная работа, которой я занимаюсь, она востребована не у нас и финансируется не нашим правительством. Вот уже как. Понятно. Ну, поняли, что гелитектура, я думаю, мы будем... В двух словах. Я хотел бы говорить об абсурдности постановки задач в Москве, об абсурдности представления о том, что Москва должна всеми силами сдерживать плотность застройки, о том, что застройка Московской области должна быть максимально низкоплотной, с минимальной плотностью. Вы имеете в виду той части, которая сейчас присоединена к Москве, да? Вы об этом говорите? Об этой части территории? Я говорю в целом о развитии мегаполиса и делить на части присоединенные и неприсоединенные, в общем, совершенно никакого смысла нет. Это единый организм. Москва, Москва, большая Москва, это одно целое вместе со всеми своими составляющими. Ну, тогда с вашего разрешения я предлагаю нашим слушателям также присоединиться к нашей программе, к эфиру. Вы можете позвонить нам по телефону 65 10 99 6, код города 495, либо писать непосредственно на сайт финам.фм, на страничку программы «Абсурды». Задавайте свои вопросы, которые вас интересуют, например, оправдана ли цена квадратного метра московского жилья, из чего она складывается, что вы думаете о строительном рынке жилья в Москве. Звоните. Вот с приходом команды Сергея Семеновича, изменилась ли вообще расстановка сил на строительном рынке, на ваш взгляд? Ну, разумеется. Изменились приоритеты, изменились подходы к строительству. Здесь есть много положительного, но положительное это то, что... Давайте поконкретнее, что вы имеете в виду? Я имею в виду то, что все-таки больше внимания уделяется сохранению исторической среды в Москве, это факт. Больше внимания уделяется сохранению зеленых насаждений, это тоже факт. Но та динамика строительства, которая была при Юрии Михайловиче, она, конечно же, тот темп, он потерян. Вот давайте поймем, что из себя представляет рынок строительства жилья в Москве. Об этом наша справка. По данным системы PrimeBear, в Москве на начало 2012 года зарегистрировано около 38 тысяч строительных организаций. За последние 10 лет доля Москвы по количеству строительных организаций возросла незначительно – 16% до 18%. При этом по объему работ сократилось с 15% до 11%. В прошлом году в Москве введено в действии почти 6 миллионов квадратных метров новых жилых и нежилых помещений. Число крупнейших строительных компаний города Москвы, у которых основные виды деятельности – производство общестроительных работ, строительство зданий и сооружений, а также монтаж зданий и сооружений, и собственных конструкций – входят такие компании, как ДСК-1, ДСК-2, Велесстрой и Главмустрой. Учредителями строительных компаний выступают как российские и зарубежные компании, так и граждане России. По данным из других источников. Ну что ж, насколько я понимаю, Москва не собирается значительно больше строить в ближайшем будущем. Это положительный факт? Это факт отрицательный. Дело в том, что обеспеченность москвичей жильем, она крайне низка. Если сравнивать с другими столицами, то мы находимся на каком-то очень-очень далеком месте. Я не хочу сейчас приводить этих данных. Они, в общем, достаточно хорошо известны, если кто-то захочет поинтересоваться, такие данные найдутся. Насколько я помню, я видел статистику, по-моему, мы сместились на третью или на четвертую позицию. Даже Краснодарский край нас обогнал. Ну, это если говорить о России. Ну, это понятно. Понятно, что в Москве все-таки есть условия с заработкой, поэтому все сюда стремятся. И поэтому компенсируется это тем, что условия жизни не очень хороши. Я говорю о мировых столицах. Я говорю о... Вы в целом смотрите? В целом, конечно, конечно. Ну, ведь, в общем, мы же граждане мира. И никаких ограничений на передвижение нет. И поэтому, кто платит, тот и заказывает специалиста. Выбор обуславливается не только наличием жилья, но еще и климатическими условиями, еще и отношениями. Экологическими. Конечно, конечно. Поэтому классные специалисты, которые приезжают в Москву, понимают, что это только временный перевалочный пункт для того, чтобы дальше ехать. В Германию, США, куда-то еще. Ну, можно это рассматривать и так. Давайте мы сейчас послушаем нашего слушателя. Сергей к нам дозвонился. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Да, мы вас готовы выслушать. Что у вас? Ну, у меня, во-первых, у меня все-таки другое несколько мнений. Какое? Мне кажется, что, наоборот, плотная застройка нам не нужна. Вот, вот, вот. Я как раз об этом хотел и поговорить. И не нужна, и не нужна, как бы, высотная застройка. Учитывая, что все равно в будущем, в далекой перспективе, нас ждет расселение городов. Но это отдельная тема. Теперь, что касается Москвы в целом. Я, как москвич, да, я вот родился, вырос в Москве. Я могу сказать, что город очень стал неудобный для жизни. Очень неудобный. Я вот живу сейчас в Подмосковье, я не хочу возвращаться в Москву. И что касается, вот, как тут говорят, заработков, все прут в Москву и так далее. Да, такое было. Но сейчас, сейчас, это уже не так. Более того, происходит перенасыщение. То есть, когда перенасыщено, от этого страдают сами же, так сказать, участники и сами же жители. Но нет рецепта, чтобы этого не было. Вы же прекрасно понимаете. Есть рецепт. Какой? Есть рецепт. Продолжать стимулировать регионы. Сейчас уже тенденция идет. Сейчас человек, если уже более-менее что-то может, он уже не едет в Москву, как раньше, вот, по каждому поводу. Процесс этот должен происходить. Должны быть просто сильные экономические центры по стране. Вот эта вот перецентрализация, от этого больше вреда. Не нужно это. Пусть в регионы, в регионах едут. Так же и с Москвы пусть едут в регионы на заработки. Такая, кстати, штука тоже уже наблюдается. Сергей, у вас есть вопрос к нашему гостю? Ну вот, собственно... Вы высказали свою позицию. Я понял. Да, это моя позиция, да. Спасибо вам большое за то, что вы дозвонились к нам. 65 10 99 и 6, код города 495. Мы продолжим сразу после новостей. 65 10 99 и 6, код города 495. Или пишите нам на сайт finam.fm на страничку программы «Абсурды». Говорим мы сегодня о строительном рынке жилья в Москве. У нас сегодня в студии главный архитектор архитектурной мастерской СНИП, руководитель лаборатории гелиотектуры Сергей Непомнящий. И к нам присоединился еще член президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Здравствуйте. Рады видеть вас также в нашей студии. Первый вопрос, который у нас был в самом начале программы, мы обсуждали, что изменилось с приходом команды Сергея Семеновича, который сегодня отправил в отставку правительство. Строительное, именно вот в строительной сфере, да, строительстве жилья. Изменились лица, изменилось отношение к экспертам, которые, ну вот наш совет, который мы создали четверть века назад, и который худо-бедно, но все-таки пытался что-то, чему-то воспрепятствовать. Ну вот, например, спасена Пушкинская площадь от всех коварных замыслов. Глубинные застройки, я бы сказал. Ну, это было там очень много чего. И тем не менее, вот наш экспертный совет, хоть он и общественный, но тем не менее, вот сумел переломить ситуацию. И Пушкинская сейчас благополучна. И это очень, ну, хоть немного, конечно. Но, к сожалению, многие вещи остановить не удалось. И, в частности, не удалось остановить то, что происходит на воздвиженке. Потому что прямо напротив Дому приемов, который сейчас стал закрыт для населения совсем, хотя это противозаконно, хотя это абсолютно противоречит законодательству. Так вот, напротив выросло нечто такое, чему название просто не может быть. И поскольку мне не удалось это остановить, я просто потребовал просто самым злобным образом, чтобы было написано мое особое мнение, что такого рядом с Кремлем быть не может. А когда мне потом сказали, ты что, дурака валяешь, это же Путина, я взял большие глаза и сказал, кто такая Путина? Почему Путина определяет то, чему быть или чему не быть рядом с Кремлем? Путина, а не мы специалисты. Что, она лучше подготовлена, что ли? Ну вот, тем не менее, сейчас рядом, ну для той же Путиной был уже изуродован дом Волконских уже несколько лет назад для ее фонда, который она номинально возглавляла там в качестве. Ну вот, и сейчас он просто уродуется как памятник абсолютно, и несмотря на героические попытки Архнадзора и Рустама Рахматулина, в частности, противостоять этому преступлению, тем не менее, преступление продолжается. Ну понятно, вы говорите в основном сейчас о памятниках архитектуры, о памятных местах, скажем так. А если говорить о жилье? О жизни, ну что? О жилье, о жилье в Москве. Ну то, что, ну без конца, монополии те же самые, тот же Донстрой, ну сказать что-нибудь хорошее о Донстрое, кроме того, что у него просто гениально организованная пиар-служба, и то, как они рекламируют, это просто замечательно, это образец для всех других. Но ничего доброго сказать об этой конторе я не могу. Я просто, ну, можно рассказывать долго и в основном плохо. А что такое капитал, вот капитал-групп, вот с этим имперским домом, который там у дома художника, это же просто возмутительно. Он построен сейчас, ну и, ну вот, появление новых монополий на каждом шагу. Ну, мы же знаем, что от монополий, кроме вреда, просто никакой пользы. Вот есть еще одна информация, вот один из самых крупных заказов на строительство муниципального жилья выиграла ЗАО Тера Аури, наверняка вы слышали, да? Да, да. Это создано руководителем управления гражданского строительства Андреем Белюченко. Да. Он, правда, продал 100% акций этой компании своему, да, партнеру Дениса Бородавка, но, тем не менее, эта компания получила огромный заказ. Фактически, это же тоже монополия. Как это можно прокомментировать? Это можно прокомментировать только... То есть опять своим, ничего не поменялось. Абсолютно. Во-первых, этот ужасный 194 закон, по которому проводятся тендеры, кто меньше предложит, дешевле предложит, тот и выигрыши, ну, это просто запредельное, это просто преступление. Тех, кто придумал этот закон и принял этот закон, ну, лично я послал бы на Колыму, потому что это, ну, надо совсем иметь размягченные мозги или вместо мозгов что-нибудь другое. Потому что от этого закона, кроме вреда абсолютного, ну, ни малейшей пользы, нет. Тем не менее, этот закон существует, функционирует, и монополии цветут и пахнут на каждом шагу. Ну, и поэтому вот то, о чем вы рассказываете, это конкретный пример, это золотая земля, да? Да, золотая земля. Ну, это же, ну, если бы, если бы у нас была действенная антимонопольная служба, если бы у этой антимонопольной службы была возможность, ну, с увеличительным фонарем и увеличительным стеклом просмотреть финансовые дела этих монополистов, вот это было бы очень важно. Ну, ведь ничего такого не происходит. Давайте узнаем, что же это за компания такая, Терра Аури, наша справка. По данным газеты «Ведомости», закрытое акционерное общество Терра Аури образовано в 2009 году. Это технический заказчик и генеральный проектировщик. Собственных строительных мощностей у компании нет. Ее выручка в 2009 году составила 132 миллиона рублей, но уже в 2010-м 576 миллионов рублей. В портфеле компании миллион квадратных метров недвижимости. Число сотрудников – более 200. Отец-основатель, нынешний глава структуры в правительстве Москвы, Управлении гражданского строительства Андрей Белюченко. Еще до перехода на работу в мэрию он продал компанию своему партнеру, Денису Бородака. Сейчас Терра Аури – один из самых крупных заказчиков на строительство муниципального жилья в Москве, стоимостью более 8 миллиардов рублей. Всего у Терра Аури 14 контрактов с УГС на общую сумму в 200 миллиардов рублей. В конце прошлого года компания выиграла контракт на строительство 136 тысяч квадратных метров жилья на Базовской улице. Терра Аури получила контракт в результате конкурса, который проводила УГС. Причем компания оказалась единственным его участником. Строительная организация предложила выполнить работу на сумму, которая меньше стартовой цены на 1,4 миллиарда рублей. По информации газеты «Ведомости», компания не соответствовала необходимым для участия в конкурсе требованиям, и ей пришлось создать товарищество с глав МОС-3, компанией которой входит в глав строй группы «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Примечательно, что Терра Аури в переводе с латинского языка означает «золотая земля». По данным из других источников. То есть система управления, система строительства, система выигрыша, она остается той же, потому что очень дорогая земля. Да дело не в том, что она очень дорогая. Золотая, дорогая земля, за которую будут... Просто очень крупное воровство. Коррупция – основа, фундамент, базис действующей государственной системы. Системы принятия решений. И поэтому никакой Навальный не способен, даже если бы его назначили случайно, там Путин назначил бы его разгребать эти авгиевые конюшни, никто бы не смог этого сделать. Потому что это фундамент. Это тот самый краеугольный камень. Воруем все. Принцип главный нашей государственной машины. И если взглянуть на этих дерипасок и прочих любимцев, которые получают в связи с затруднениями, там Якуниных и прочих, получают гигантские куски наших бюджетных денег, ну, это же совершенно очевидно всем. Ну, за исключением людей, которые не умеют, ну, как бы пристально и всерьез анализировать то, что происходит. Это самое главное. Кто такой Сечин и его империя, ну, и все там остальные приближенные к Путину господа из кооператива «Озеро». Все долларовые миллиардеры. Почему? Потому что свои, ребята. Потому что, ну, вот, это основа. Интересное участие глав Мустроя в этой сделке, скажем так, да, с Тера Аури. Потому что у глав Мустроя дела отошли не очень хорошо. Да, да. Но эта структура... Ну, что говорить? Вот вы меня спросили, что изменилось с приходом Собянина. Вот, например, комиссия по сохранению и сносу. В белых палатах, которые мне когда-то 40 лет назад удалось сохранить. Вот Хуснулин, все очень. Кто там сидит? Там сидят те же самые замшелые персонажи, строители, действующие лица строительного комплекса, которые все эти десятилетия действовали при Лужкове. И мы знаем, что они сделали с Москвой. Кто там в качестве главного идеолога? Михаил Михайлович Пасохин, который в течение десятилетий возглавлял комиссию по работе с центром. И вот все то, что в центре произошло, и все то, что так радует всех, кто хоть сколько-нибудь умеет видеть, это на совести этого Михаила Михайловича Пасохина. Ну и что? То есть, кого не возьми в этой действующей системе, тот обязательно коррупционер. Изменить ее сложно и практически невозможно. Так нет, ну, все дело в системе. Понятно. 65 10 99 и 6, код города 495. Звоните нам, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Мы говорим о строительном рынке в городе Москве. Мы пытаемся проанализировать и последние аукционные или, скажем так, технические задания, которые получила также Заутера Аури, например. Встретимся буквально через несколько минут. 65 10 99 и 6, код города 495. Звоните, задавайте вопросы. У нас сегодня в гостях член Президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко и главный архитектор архитектурной мастерской СНИ, руководитель лаборатории гелиотектуры Сергей Непомнящий. Но я выучу это слово. Гелиотектура. Я надеюсь. Я приложу к этому все усилия. У нас есть звонок от Андрея. Давайте послушаем. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Да, что вы хотели нам сказать? Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете деятельности Боскова и возглавляю моим подразделениям мэрии, призванного охранять архитектуру Москвы. Спасибо. Понятно. Спасибо. Если я вас правильно, я плохо слышал, если я вас правильно понял, вы просите оценить деятельность господина Кибовского и его охраны памятников, комитета по охране памятников. Господин Кибовский, чиновник, специалист в области военного снаряжения, военной одежды. Он незаменим для съемки исторических фильмов, постановки историзированных всякого рода спектаклей. Но в том, к чему его приставили, он не очень разбирается. А кадры в этом когда-то очень могущественном учреждении обновлены на 98%. То есть все старые специалисты ушли. Предшественник господина Кибовского, господин Шевчук, радостно набирал себе. Он докладывал очень горделиво о том, что ему удалось у Лужкова выбить 83 ставки. И он обеспечивал эти ставки офицерами ОМОНа. И очень гордился тем, что вот это учреждение, охрана памятника, превратилось в такую казарму. Такую вонючую, как она, как у нас и бывает, казармы. Вот, ну, то есть специалистов там, ну, если есть один, ну, в виде исключения два, или, ну, те, которые просто смирились, я не знаю, по каким-то обстоятельствам. Но специалистов там нет. И однажды еще при Шевчуке я увидел в зале, у нас было заседание какое-то, и я увидел трех таких вот могучих крупношеих, таких, как это, братков с толстыми золотыми цепями. И я подумал, а эти-то чего здесь делают? Ну, оказалось, что это те самые офицеры ОМОНа с очень толстыми золотыми сетями. Они инспекторы по охране памятников. И вот на каждом шагу слышишь о том, как эти представители этой конторы давят на проектировщиков и на заказчиков. Они указывают им, что тем надо делать с исторической застройкой. С одной стороны, Михаил Михайлович, Пасохин, о котором мы все знаем, и его уровень определяется теми шедеврами, которые им построены. Ну, например, Новинский пассаж, который раньше должен был быть главным турецким домом. Еще раньше там Дома музыки, вот с этими миноретами. Вот это его профессиональное лицо, этого господина, этого Пасохина. А с другой стороны, вот этими ОМОНовцами, которые давят и указывают проектировщикам, в частности, нашему коллеге Сергею Витальевичу, как им надо проектировать, что им надо делать. Ну вот, так что ничего хорошего, к сожалению, о деятельности этой замечательной организации я сказать не могу, несмотря на объективный ход вещей. Но Дом Волконского уничтожается просто на глазах. И это говорит... Таких примеров можно привести очень много. Конечно. Есть еще такая программа жилища, которую должны принять в Москве, да, насколько я понимаю. Я все о жилье, извините. Я просто знаю, что вы в любом случае будете говорить о защите памятников и архитектуры, поэтому я даже вопрос этот не поднимаю. Вы сами об этом говорите, и вас спрашивают наши слушатели. Но о жилище и о жилье, и о строительстве жилья я буду задавать вопросы намеренно, поскольку это одна из ключевых тем также нашего сегодняшнего эфира. Я бы очень хотел продолжить... Точечная застройка, да. Мы с вами говорили до эфира, что это тоже проблема из проблем. Давайте мы все-таки вернемся к основам и к вопросу о плотности. Ведь не случайно я произнес только одно слово. Низкая плотность — это плохо. И тут же получил отклик из эфира совершенно стандартное мнение, что низкая плотность — это очень хорошо. Высокая плотность, высокая этажность — это очень плохо. Это совершенно такой стандарт расхожий. И очень сложно кого-то переубедить. И для того, чтобы это сделать, в общем, нужна очень серьезная аргументация. И, наверное, нужно какое-то время. Но я хотел бы вот на что обратить внимание. Плотность застройки — это обратная сторона территориального роста города. Разумеется, я согласен с Сергеем, который выступал о том, что, конечно же, нужно развивать регионы. Нужно, чтобы все жили прилично не только в Москве, но и по всей стране. Понятно, что это так. Но и в Москве уровень жизни должен быть сопоставим с уровнем жизни столицы. Соответственно, для того, чтобы... Ну, сейчас что покупается в Москве? То, что по силам купить. Жилья нового нет, цены заоблачные. И люди мечтают о приобретении однокомнатной квартиры площадью 25 квадратных метров в Подмосковье. В Новой Москве, на территории Старой Москвы, где-нибудь на севере, но и неважно. В московском мегаполисе. Цены заоблачные. Кто покупает квартиру площадью 25 квадратных метров? А кто-то лезет в ипотеку. Лезет в ипотеку для того, чтобы только купить эти вожделенные 25 метров. Покупает молодая семья, которая состоит из трех человек. Обеспеченность жильем меньше 9 метров на человек. Это реальность. Но в среднем 16, 12, я не знаю, разные цифры. Но факт, что покупают самое маленькое, то, что доступно, и там, где можно почувствовать себя человеком. Для того, чтобы эту ситуацию преломить, для того, чтобы Москва была бы сопоставима по качеству жизни с Парижем, с Лондоном, мы обязаны увеличить количество жилой в площади в Москве, не увеличивая количество людей. При том же количестве людей, которые есть сейчас, мы обязаны увеличить количество площадей в Москве, как минимум, в два раза. Это возможно? Разумеется. Разумеется. Но только если мы говорим о том, что мы снижаем плотность застройки, или мы сохраняем плотность застройки. Мы сохраняем плотность застройки, и при этом мы должны увеличить количество жилья в два раза. Это означает, что мы должны выплеснуться за пределы Москвы, и если это низкоэтажная, малоэтажная застройка, уничтожить всю природу. Массовая застройка — это уничтожение природы. То есть малоэтажная, таунхаусы и так далее. Даже не таунхаусы, даже четырех-пятиэтажные дома, даже шести, даже девятиэтажные дома — это уничтожение природы. Что произошло за 20 последних лет? За 40 лет? Я занимаюсь темой, ну так случилось, давней историей. Я просто заинтересовался темой города будущего, когда мне было, это был 1973 год, прошло 40 лет. Я занимаюсь этой темой, изучаю все материалы, которые относятся к теме расселения городов будущего. Что произошло за эти 40 лет? Когда я учился в 10 классе школы, как раз в это время, мы с друзьями, с одноклассниками могли сесть на электричку на Курском вокзале, проехать там пять остановок, выйти из электрички с лыжами и по лесу, спокойненько пройти пару остановок до Москвы, по лесу. Можете себе представить, что на Курском вокзале мы сейчас доезжаем до железнодорожного и по лесу идем в Москву. Какой там лес? Лес домов. Вот это обратная сторона плотности. Ведь если мы говорим о том, что нам нужно количество жиря увеличить в два раза, Соответственно, площадь Москвы должна быть увеличена в два раза. За 20 лет уничтожено лесов 1100 квадратных километров. За 20 лет. Коттеджной застройкой. Километров. Километров. То есть площадь уничтоженных лесов за 20 лет сопоставима с площадью Москвы. Без расширения. Это данные Гринписа и, в общем, сомневаться в этом не стоит. Сергей Витальевич, но вот при всем негативе, который существует, это объективная реальность. Город все равно должен развиваться. Да. Разумеется. То есть это зависит от того ситуации. Я с вами совершенно согласен. Вот тут нужно выход. Ведь выход очень... Нет, нет. Алексей Витальевич, я все-таки, давайте, это мой конек. Это мой конек. Я все-таки дам рецепт. Мы готовы. Другой. Москва сравнивается со столицами мира и говорится о том, что вот плотность застройки в Москве, там чуть ниже, чуть выше, там на 5%, на 10%. Это не так. Если говорить о тех странах, которые столкнулись с проблемой обеспечения жильем, то нужно говорить о том, что... Я приведу примеры Гонконга, я приведу примеры Сингапура или даже канадские Торонто. Или Шанхай. Шанхай, разумеется. Но если говорить о Юго-Востоке, ну, предположим, это далеко от нас, это другой климат. Климат и плотность — это еще одна тема. Чем севернее, чем более суровые условия жизни в городе, тем больше должна быть плотность. То есть, теоретически, плотность застройки в Москве должна быть существенно выше, чем плотность застройки в Гонконге. С учетом климата. То есть мы движемся именно в этом направлении сейчас? Мир движется в этом направлении. Где востребовано жилье? Где покупаются квартиры, за что люди готовы платить деньги? А мы на периферии глубочайше. Номер раз Нью-Йорк, номер два Гонконг, Шанхай, Сингапур — это самые высокоплотные города, и там наиболее востребовано жилье. Люди стремятся жить там, потому что это концентрация всех интеллектуальных ресурсов. Естественно, да. И там максимум комфорта. Именно высокая концентрация приводит к максимуму комфорта и призывания. Сингапур — это эталон городской среды сейчас. Поэтому говорить о том, что высокая плотность — это равно плохо, совершенно не так. Вот то, что низкая плотность — это уничтожение природной среды вокруг города, это факт. Еще раз, просто арифметика. Москва должна увеличить, нарастить свои площади жилья как минимум в два раза. Как это сделать? Если мы сохраняем плотность, мы уничтожаем еще дальше все леса и поля. Ну, говорят, убирают промышленные зоны. Нет-нет-нет, давайте промзоны — это особая тема. Это особая тема. Я просто... Ну, одну секунду. Алексей Алексеевич, да. Ведь с самого высокого уровня, с самых высоких трибун бесконечно говорится, что вот спасение жилищной проблемы, вот, самой острой, — это отдельные домики, это малоэтажная застройка, это вот эти самые таунхаузы, это вот все то, о чем мечтает каждый. Это абсолютное вранье и свидетельство неграмотности тех, кто на самых высоких трибунах. Потому что это противоречит, ну, главным мировым трендам. И именно Сергей этим занимается. Он в своей проектной работе, он достигает плотности в пятикратном... Не плотности, а выхода полезных площадей в очень комфортном жилье. Пятикратной. Ну, это по отношению к чему? А? Я достигаю плотности в два раза больше, чем самая высокоплотная застройка Гонконга. В два раза больше, чем самая высокая плотная застройка Гонконга. И теперь промзоны и промзоны после их санации настоящей могут оказаться территориями для размещения вот таких вот комплексов, которые Сергей Витальевич проектирует. И это даст замечательное решение жилищного проблемы с очень высоким комфортным проживанием. 65 10 99 6, код города 495. Звоните нам. Мы продолжаем говорить о строительном рынке Москвы. У нас сегодня в студии член президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко и главный архитектор архитектурной мастерской СНИП, руководитель лаборатории гелиотектуры Сергей Непомнящий. Сергей, ну, договорите, вы не закончили мысль? Да, тут сложно сейчас вспомнить последнее слово, но общий принцип вот какой. Когда мы говорим о том, что плотность застройки должна быть высокая, это вовсе не значит, что людям должно быть тесно. Как раз наоборот. Чем большее количество уровней земли мы промультиплицируем, тем свободнее будет человеку. Я вот работаю в городе Шаньтоу, Китай, это провинция Гуандун, одна из самых плотных провинций Китая. И когда я туда летел, готовясь к этой поездке, я посмотрел, как это выглядит в гугле, я пришел в ужас. Чрезвычайно плотно поставленные дома и впечатление такое, что жить там невозможно. На самом деле, когда я оказался на месте в этой среде, когда я вошел в этот двор, оказалось, что это рай земной, что это зелень, что это деревья, причем деревья не маленькие, щупленькие веточки, а это деревья диаметром метра два, ствол вот такого дерева гигантский, фонтаны, водопады, карпы в этих водопадах. Да, конечно, дома стоят достаточно плотно, но они возвышаются за пологом зелени. Людей практически нет. Ларчик открывается очень просто. Там местами можно подойти к шахте, заглянув туда, увидеть, что под уровнем земли два уровня, внизу паркинги, под ними проезды. То есть мы находимся на самом деле не на земле, вот с этими вековыми деревьями, а мы находимся на уровне, на кровле второго этажа, на уровне третьего этажа. Знаете, это некий культурный шок сейчас происходит, на самом деле, потому что у нас совершенно другое представление плотности. Вообще, то есть диаметрально противоположная. Я говорю о том, что плотность застройки там не на 20% ниже, а на выше там в 5 раз. То, что, причем это в современных районах, разумеется, там есть места, где жить практически невозможно. Но самая элементарная вещь, все то, что не нуждается в солнце, все то, что не нуждается в естественном свете, оно спрятано под землю. Давайте мы послушаем наших слушателей, потому что они активизировались. Ну, потому что тема, которую вы затронули, она очень абсурдна для нас, по крайней мере. Даниил нам дозвонился, давайте послушаем. Даниил, здравствуйте. Да, добрый день. Я хотел спросить вообще, как возможно сделать увеличение так сильной плотности, что у нас в нашем городе, в Москве, я вообще не представляю. Вот сейчас Сергей Витальевич и пытается это объяснить, я тоже в шоке, как это можно сделать. Как раз об этом и идет речь. Самая главная дорога, самая главная проблема, дороги. Вот, вот, вот. Я в шоке с наших дорог, у меня есть некоторые идеи, что вообще должен делать город. Мне кажется, у нас как минимум не хватает соединений микрорайонов. Вы совершенно правы. То есть у нас были пробеги огромные. Вы совершенно правы. Именно об этом идет речь. Нам не хватает связности улично-дорожной сети. Именно об этом идет речь. А есть какие-нибудь проекты, может, вы знаете, что это когда-нибудь случится. Именно этим я и занимаюсь. Очень важно, чтобы лица, принимающие решения, слушали, но прислушивались к экспертам, к людям, которые понимают. То есть речь идет о том, что они сами считают себя... Когда мы строим город как здание с комфортными интерьерами, светлыми, солнечными, то все вопросы, связанные с дорогами, они просто исчезают. Дороги оказываются внутри этого корпуса. Все связи транзитные, магистрали проходят просто в нижних уровнях. Все пешеходные связи, они находятся в климатизированном пространстве верхнего уровня. Дальше начинается жилье. То есть это слоеный пирог, построенный по законам эффективного использования солнечного света, естественного света, организации видовых панорам. Мы говорим о том, что мы повышаем плотность не только жилья. Мы повышаем плотность всей среды. При этом относительная плотность жилой застройки падает. Вот парадокс состоит в том, что мы, формируя городскую среду как единый комплекс, мы преимущественно создаем дешевые уровни для паркингов, для всех других технических сооружений, для мультиплексов всего, что не нуждается в естественном свете. Мы подошли к ключевому, к ключевой фразе. Цена вопроса. Если цена будет падать, никому это не интересно. По крайней мере тем, кто строит. Цена, разумеется, будет падать, поскольку построить дополнительный уровень земли, просто отлить бетонный метр, это существенно дешевле, чем использовать метр земли в том же самом месте, где мы строим этот бетонный метр. Представляете, как систему надо поменять, чтобы они к вам прислушались? Ну, в общем, вы знаете, мне это неинтересно. У меня есть государственная поддержка, я работаю по государственному заказу, и те решения, которые принимаются в Москве, мне совершенно безразличны сейчас. Давайте Виктора Васильевича послушаем, давно ждет. Виктор Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо большое, что... Ну, извините, да, к сожалению, у нас да. Да, я очень быстро. Вот при сегодняшней ситуации, которую власть, как бы вот уже будет реализовывать, скажите, что вам интуиция говорит? Будет дорожать жилье? Я живу в Подольске. Или все-таки оно будет тенденция к снижению у власти есть? Вот ваша интуиция что говорит? Власти не при чем. Цену диктует рынок. Мы, к счастью, не представители власти, а относительно эффективности действий власти и трат невероятных. Вот я живу на Каширке. Вчера я опоздал на похороны. Сегодня я опоздал на радиостанцию, потому что бухано невероятное количество в эти самые развязки. Но они сделаны так, что пробки по-прежнему убийственны. И когда очень спешишь, то проклинают все на свете. Это эффективность. Вот интересный вопрос. Пробки и плотность. Чем больше город, разумеется, тем больше длина дорог. То есть в два раза мы сохраняем плотность города, как она есть. В два раза наращиваем количество жилья. У нас в два раза увеличивается количество дорог. А количество загруженности магистралей вырастает в 10 раз. Насчет арифметики плотности и территории города это просто. Насчет территории города и транспорта это несколько сложнее. Потому что там и психология, там и социальные вопросы, и экономика. Но это действительно так. Чем больше территориальные размеры города, тем больше загруженность транспортной магистрали. Но если следовать вашей логике, возможно ли в Москву, вот в нынешнем ее виде, перестроить так, как вы говорите, по вашей теории? По моей теории? По моей теории? Надо застраивать пустующие территории. По моей теории? В Москве колоссальное количество пустующих или неэффективно используемых территорий. И это доказано, когда вот серьезные люди занимались анализом вот этого аппендикса, они выяснили, что оказывается... Аппендикс это новая Москва, я понял. Ну вот это самая новая Москва пресловутая, да. Где действительно, если так как оно идет, то там будет уничтожена вся природа совсем. И никакого эффекта, никакой пользы от этого не будет. А в Москве, внутри промзоны, ну по третьему кольцу, где вы только едете, посмотрите направо и налево, и вы увидите совершеннейший развал. Совершеннейший просто... Давайте я все-таки вставлю слово. Если строить чрезвычайно плотно, чрезвычайно комфортно, с организацией видовых панорам, с обеспечением солнечным светом жилищ, почему гелиотектура? Это обеспечение солнечным светом, это виды из окна. Так вот, если строить сверхкомпактные комплексы, то можно сократить территорию застройки раза в два, при увеличении количества жилья раза в три. То есть мы можем при строительстве формировать дополнительные парки, скверы, леса, мы можем расширять и освобождать природные территории. Вот оно как. Сделано абсолютно в других обстоятельствах 70 с лишним лет назад. Алексей Алексеевич, ну вот Сергей Витальевич приводил пример китайский, но китайцы же приходят и к нам строить новую Москву, насколько мне известно. По нашим нормам. По вашим, а по нашим, по вот этим лохматым, да? Ну конечно, конечно. Нет, ну технологии строительные там отработаны очень хорошо. Это просто ужасная проблема. Вот все то, что нас повязывает, просто хватает как болото с водорослями, со всякими там лианами, хватает за ноги, невозможно двигаться, невозможно. И поэтому вопрос... Но этот вопрос поднимался и не раз, насколько мне известно. Этот вопрос по поводу нормативов поднимался и не раз. Ну а что, у нас... И все, и нет никакого решения. Конечно, нет. Все то же самое. Если есть возможность строить в больших количествах так, как принято строить, не напрягаясь, зачем что-то менять? Конечно, тот самый главмостстрой. Ведь они что? Они, ребята, они пекут, 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 пекут. Все домостроительные комбинаты существуют, вся эта империя вот таких вот печенья одинаковых блоков и пирожков, которые созданы Рейсином и дала ему возможность вот эти вот миллионные, за миллион долларов часы на руке носить. Это все существует и действует, и это гигантское лобби. Архитектура процветает только в том случае, если она укладывается в рамки нормативов. То есть, если архитектура превращается в декорацию, если человек хороший, художник, и он декорирует те решения, которые вообще приняты, у него все в порядке. Если мы пытаемся принципиально другую типологию вносить в архитектуру, это совершенно невозможно. Я так понимаю, что эта тема бесконечна. Я хотел с вами еще обсудить несколько вопросов, но просто физически мы не успеваем. Эфир, к сожалению, резин. Вообще жаль. Москва оказывается резиновая, а мы нет. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли. Это был член Президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко и главный архитектор архитектурной мастерской СНИП, руководитель лаборатории гелиотектуры Сергей Непомнящий. Программа подготовлена по материалам агентства Prime и системы Бираналитик. До встречи.